едем куда-то не знаем куда навигатор уже показывает что здесь нет никакого пути никакой дороги баранина приехали село куюс держите приехали на петроглифы это наскальные рисунки хотим кого-нибудь найти чтобы нам провели экскурсию как будто здесь никого нет кто-нибудь нам нужна экскурсия смотри какой домик и с каким он видом обалдеть уху ху 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 здесь никого нет закрыта вот они наскальные смотри человечек коняшка или барашек 2 . правила поведения руками не трогать водой не поливать автографы не оставлять на скалы не подниматься есть опасность камнепада обидно конечно что мы не нашли тетеньку с экскурсии вот это уже поинтереснее что туда тоже какой-то человечка да похоже на пастуха мы едем обратно проезжали чмал решили зайти попробовать местная кухня юг на парк называется заведение ждем еду и заказали борщик жарко все морала все за волосы обычное мясо как мясо с тома пробуем чай с толпы ну ну интересно необычный вкус травяной чай с молоком и с какой-то горчинкой немного нам два борща чай и жаркое с моралом обошлись в 1100 сколько-то рублей но я бы не сказала что все супер вкусно да не рекомендую чуть-чуть сюда назад чуть-чуть нет нормально нормально на самом деле что это а Идем в столовую, а дальше там есть кафе-бар. Сколько ешь? 290, сколько-то, по-моему. Заселились в гостевой домик Лены. Номер нам обошелся. Тысяча рублей с человека. У нас там три кровати. И заплатили, грубо говоря, за трехместный номер 2000 рублей. Такая здесь атмосферка. Показано. Функтура. У нас есть шкаф. Кровать номер один, кровать номер два. Три кровати вообще. Ну вот и все. Даже телевизор есть. Здесь тепло. Зеркало разбитое. Туалет. Ладно. Это самый комфортабельный номер за все время нашего путешествия, пока что. С таким вот видом у нас сегодня доброе утро. На улице 5 градусов. Очень сильно похолодало. Хоть мы и спали в тепле. Как-то умудрилась заболеть еще больше. Хотя пока мы спали в палатке, все было ок. Странно. Ладно, едем дальше. Сейчас позавтракаем и выезжаем дальше. Здесь почему-то везде такие чебуречные лапки. Это какая-то фишка. Эти малотары чебуречные. Семинские чебуреки. Сейчас пойдем пробовать. Чебуреки подвес. А где ты? Я не могу. Сдалью хочу. Чай заездил. Не, я не буду кофе три в одном. Кофе три в одном. Что они там делают? Это обряд. Проводят. Карта горного алтая. Посмотрите, здесь здесь нарисованы животные, которые обитают в разных местностях. Вот здесь мы, наверное, как раз. Здесь они тусуются. На дороге просто увидели вот такое красивое поле с таким шикарным видом. Решили остановиться и пообедать прямо здесь. У нас ветер сдувает, здесь огонь. Мы построили вот такую конструкцию. Варим макарошки. О, да. Пар表 надict. Пару надictetus. это наш место пребывания на сегодняшнюю ночь такая небольшая база отдыха здесь юрты на 6 человек и вот такие маленькие домики здесь на первом этаже номер на два человека на втором тоже на два человека единственное неудобно что конечно что туалет на улице умывальники там и костре сегодня вечерком будем там сидеть костер сжигать обзоры юрты для нас она конечно слишком большая мы подумали что будет холодно поэтому решили взять дом первый этаж здесь такой гараж небольшой загрузил орехи и ночью там будут бегать мыши показываю наш домик на сегодняшнюю ночь все очень скромно зато на втором этаже повыше от земли поэтому должно быть не так холодно печку кровать кровать тумбочки два стула стол в принципе это все такой вид шикарный дохлые мухи такой вот домик обошелся нам в 1400 рублей 700 рублей с человека но смышь он не соврал он не соврал сегодня наша пятая ночь пытаемся разжечь костер не пытаемся сейчас будем пытаться бачка поняла почему у нас два дня не разгорался костер потому что мы не покормили его поэтому мы решили чуть сделать небольшой обряд чё говорить над ну все посидели у костра идем спать это мусор все тачку закрываем время 5 утра на себе здесь обустроили обзорную площадку на звезды конечно не видно ничего пока что мы сейчас постараемся вам передать всю эту красоту паска как ощущаешь себя посмотрели на звезды теперь спать ложимся на здраво уже догорают в печке уже становится холодно поэтому там такой звезды сегодня увидела две две падающие звезды но не успела загадать желание но после все равно загадала у нас атмосферка интересная ну блин такое звездное небо было мы побежали быстрее одеваться мы хотели прямо лечь чтобы наблюдать за звездным небом побежали одеться потеплее буквально пять минут мы вышли и и звезд уже было в три раза меньше потому что облака видимо затянулись и все